Дарья Ивановна Редактор субтитров А.Семкин Дарья Ивановна Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 субтитров А.Семкин такая же тяжелая, как и все остальные работы. Но об этом обычно умалчивают, поэтому я на своем опыте, люди видят, как мне тяжело, они такие, нет, я не пойду, ну его нафиг вообще. Я думала, я просто буду сидеть там, пару пэрок выкидывать и получать за это мульоны, а тут еще что-то делать надо, приходится. Впервые выступаю на Frontend Conf. Я очень нервничаю, у меня может дорожать голос. Спасибо, ребят. Ну и люблю пиво и бультерьеров, поэтому если кто после... Ну и вот, ладно, когда хочется поговорить о пиво и бультерьерах, без проблем вообще будут только рады. Ну и у нас была какая-то тактика, и мы ее придерживались же, правильно? Немножко расскажу, что вообще, о чем я вам хочу рассказать. Присаживайтесь поудобнее, у меня к вам серьезный разговор. Я расскажу, что такое Газпромбанк Бизнес Онлайн, расскажу немножечко о ее архитектуре, потому что она достаточно сложная, интересная, даже модная, скажем так. Мы ее заложили еще до того, как это стало популярным, еще до того, как это стало мейнстримом. С помощью моих вот этих вот объяснений мы оценим масштаб трагедии, в рамках которой нам пришлось воевать со старым дизайном, разберем решение основных проблем, обсудим, как мы это сделали, к чему наше решение привели. Естественно, расскажу сам процесс, ну, подробности посвящать не буду, но меж тем. Разберем. Каждое решение несет за собой, конечно, какие-то последствия. Мы просто из двух зол, по сути, выбрали минимальное. Поэтому тоже будем разбирать и минусы данных решений. И тоже на итоге. Что же такое Газпромбанк Бизнес Онлайн? Вы сейчас видите главную страницу, старую. Многие ее уже не помнят, но есть люди в этом зале, которые до сих пор ее еще помнят. Газпромбанк Бизнес Онлайн это большой личный кабинет для крупных корпоративных клиентов. То есть, попадая в этот личный кабинет, открывая там счет, юридическое лицо попадает в огромную экосистему, в которой они могут выполнять абсолютно любые действия со своей компанией, управлять ей, не посещая офис. То есть, ты такой дядя, у тебя там три ООО, ты сидишь и просто классно кайфуешь, делаешь классные вещи. Как вы видите, дизайн был достаточно лаконичен. И это объяснимо почему. Потому что изначально, когда запускался проект, фокус был на то, чтобы сделать его отказоустойчивым, то есть, чтобы быстро, качественно, юзерфрендли выкатить хороший, классный, интересный продукт. Поскольку был смещен все-таки фокус на сложность архитектуры, нужно заложить побольше именно с точки зрения логики, с точки зрения юзер-экспириенс, то немножечко подзабили на дизайн и чего-то красивого особо не делали. То есть, у нас чистенько, живенько, в целом хорошо. Главное, что кнопочки удобненько нажимаются. Нажимаются, ты вот видишь, главное, ты кикаешь, он до тебя главная страница. С точки зрения пользовательского пути все шикарно. С точки зрения дизайна скучновато. И когда мы уже выкатили большую часть своего проекта, мы поняли, что все-таки встречают по одежке. И на фоне других, менее удобных личных кабинетов для корпоративных клиентов у других банков, мы выглядим пресно, неинтересно и как-то винтажненько, скажем так. И нашими руководителями проектами, нашими менеджерами было принято решение навести лоск. Прямо, чтобы вот это все красиво в спа вот это вот отвести, подчистить перышки. Это прям вот, это наше решение. Собственно, что у нас, мы готовы, что делаем? Ну, как бы вот, мы хотим сделать красиво. Хотим прям вот, жаждем. Деньги есть. Что делаем, Миша? Что делаем? У нас при разборе возникают некоторые проблемы, о которых я поговорю позже, потому что я немножко упустила один слайд. Возникают некоторые проблемы по причине некоторых архитектурных решений. Немножко об архитектуре, как у нас вообще устроен проект на фронте. На бэккенде не буду говорить, я не знаю, если честно. Ну, там, чуть-чуть. Представьте, что вот эта вот картинка, на которой вот предоставлен тут из кубиков лего, что вот центральный куб, это монорепа. И к ней, как к станции МКС, маленькие шаттлы прицепляются нашей микрофронты. То есть каждый сервис, будь то главная страница, будь то открытие счета, открытие второго счета, вот, он цепляется и подключается к монорепе. Это удобно. У нас общие функции, всякие проверки, в том числе государственные проверки, функции подписи, модалки общие какие-то, потому что мы можем подписывать, например, заявку и заявку на обновление сведений сотрудника, например, и заявку на открытие счета. Плюс-минус процесс подписи, он один и тот же. И модалка должна быть одна и та же, и сервис один и тот же. Поэтому мы это все выносим в монорепу, чтобы каждый сервис, каждый репозиторий не писал его заново, а просто подтянул из монорепы к себе как пакет. Каждый сервис, повторюсь, это отдельный репозиторий. То есть главная страница отдельный репозиторий, профиль пользователя отдельный репозиторий, заявка на открытие счета отдельный репозиторий. Внутри каждого репозитория также могут быть тоже подключаемые сервисы репозитории. То есть у нас, например, есть заявка на открытие первого счета, и в нем выключается сервис репозиторий с картами, потому что ты нажимаешь выбрать офис, и у тебя открывается следующий сервис, который перекидывает тебя, и это отдельный репозиторий, чтобы не захламлять маленький, аккуратный репозиторий с открытием счета. Что мы имеем, исходя из того, что я сейчас описала? Круто, что у нас высокая скорость разработки, то есть мы можем разделить на много команд нужные бизнес-фичи нам, быстро, вот как с цифровым рублем у нас вышло, то есть мы быстренько сказали, Центробанк сказал, цифровому рублю быть. Мы такие, классно, сделали новый репозиторий, у нас есть гайд, поэтому у нас репозиторий должен отвечать некоторым критериям. Классно, здорово, мы его создаем, мы его запускаем, локально отлаживаем, и просто дальше как кусочек лего вставляем в нашу большую корпоративную систему, и дальше, чтобы пользователь мог уже спокойно к нему интегрироваться. Практически независимые команды и их бэклог мы имеем. У нас вот на момент сейчас, сколько у нас, так, 3 октября, 11.09, на момент сейчас в Дискорде у нас на нашем стриме 16 команд. 16 команд, собранные по определенной траектории, то есть у нас два бэкэндера, два фронтэндера, два тестировщика, аналитик и тимлит, который чаще всего бэкэндер. Вот, то есть у нас там два с половиной бэкэндера. Вот, и введение каждой команды от трех до пяти репозиториев, то есть они их поддерживают, они за них ответственны, они разрабатывают новые бизнес-фичи, и не только в данных репозиториях. Если кто-то, мы можем меняться, обмениваться, так сказать, с Вингерпати пошел, обмениваться разработчиками или тестировщиками между этими команд, потому что у нас компетенция плюс-минус чистота кода одна и та же, и правила разработки одни и те же. Но при этом, если там не плюсанут и не отсмотрят именно владельцы команды, то есть владельцы этого сервиса, то ты ИПР хоть как-то не сделаешь, ты его туда не сольешь, если они не скажут свое «да». Простота встраивания нового сервиса, вот на цифровом рубле, то есть мы быстренько репозиторий собрали, мы его оттестили, мы его запустили, погоняли по стендам, и просто у тебя рядышком на главной странице где-то там появляется цифровой рубль или плашечка, или он в карусели появляется. Но при этом для пользователя это как будто, ой, прикольно, новый кнопочек сделали, как приятно, а при этом там два месяца разработки, много заваленных багов и очень много седых волос у людей. Следить за модулем нам, естественно, проще. Следить за маленьким аккуратным репозиторием проще, чем за большим монолитом. То есть ты можешь также спокойно, если что-то потеряло свою актуальность, отцепить его, выкинуть, забыть, и, ну, это проще. В маленькой квартире убираться элементарно проще, чем в доме на 240 квадратов. Конечно, дом на 240 квадратов — это прикольно, он выглядит богато, но когда ты работаешь из дома, я не знаю, у меня такой дома вообще бардак. Я просто прихожу из вкусвела с контейнерами, и на кухне все складируется, потом вот так вот это все забираю. Сложно отследить и поддерживать общие компоненты. Вернее, как? Не совсем, не совсем общие, я тут опечаталась, если честно. Не общие. Смотрите, был у нас, например, репозиторий, там, открытие счета. Там есть там какую-то фичу, они решили, что вот нам нужна фича, чтобы там счет как-то добавлялся и отображался. То есть вот у нас есть умное поле, ты туда нажимаешь, и вот это вот такая вот маленькая фича такая есть. И как бы эта фича используется только в данном репозитории. Естественно, и никто из-за этого в монорепу не тащит, потому что зачем нам захламлять монорепу, если только это будет использоваться в одном репозитории. Ну, например, через годик другой сервис, открытие второго счета у нас там появляется, еще какое-то. Эту фичу тоже хочет у себя реализовать. И поскольку у него нет этого в монорепе, он не знает, реализовано это где-то или нет. Ну, то есть, естественно, самый простой способ это кинуть клич по 16 командам, но так или иначе кто-то может уволиться, кто-то может не понять, кто-то может что-то сделать, и в итоге у нас иногда бывает, ну, мы все не без греха, бывает, что там в нескольких репозиториях одна и та же фича может реализовываться по-разному, естественно, потому что каждый человек по-своему может решать задачу, даже несмотря на то, что у нас гайдлайны одинаковые. Вот. Мы боремся с этим, мы периодически чистим такие вещи, выявляем, оборачиваем, переносим в монорепу, чтобы это все было все-таки красивенько. И, к сожалению, даже если это из добрых побуждений, мы вынуждены какую-то фичу или какую-то проверку или какую-то модалку изменить в монорепе, это коснется абсолютно всех репозиторий, всех сервисов, которые ее используют. Иногда это во благо, то есть иногда это приходит там бесшовно, классно, все здорово. Но вот во время, например, перехода на новую дизайн-систему у нас изменился процесс вызова модалок, то есть до этого это был диалог-шоу, а сейчас мы через хук ее вызываем. И поэтому как бы даже если мы подтянем себе новые модалки из монорепы, все равно придется переписывать способ их вызова в самом репозитории, а это тоже как бы работает, технический долг, это надо вот все разгребать, тоже надо все чистить. В целом, я надеюсь, что я вам описала масштаб трагедии, в котором нам надо перейти на классный дизайн, чтобы навести лоск, но при этом сохранить тот клиентский путь и клиентский опыт. Потому что с точки зрения пользователя, вот он жил себе два года в личном кабинете, нажимал вот эту кнопочку, то есть он же, когда ты работаешь постоянно, это же, ну, то есть даже если вы работаете, например, открываете банковское приложение, вы уже знаете, где там отпечаток пальца, где ваша карта, куда откнуть, потому что это где-то на подкорке записывается. Также и с личным кабинетом для корпоратов, потому что они управляют через него своими компаниями, им тоже важно не каждый раз не переобучаться на то, что мы тут делаем. То есть задача была именно в том, чтобы человек, даже если увидел красивые классные кнопочки, у него, конечно, мы даем ему две минуты на шок от того, что за красота вообще тут произошла, но при этом он мог уже такой, ну, в целом я тогда нажимал на эту кнопку, и он как бы понимает, что с точки зрения логики у него проходит все абсолютно то же самое, просто в новой обертке. То есть ребрендинг такой. У нас вот проблема, то есть нам надо ее решить в таком масштабе трагедии. Есть несколько вариантов решения проблем, которые вот мы накидали. В принципе, мы могли бы найти внешнюю дизайн-систему типа материала, бутстрапа, их много сейчас, как бы и все разные, все классные. Мы можем написать свою дизайн-систему, мы можем использовать банковскую дизайн-систему. Да, у нас в банке уже есть дизайн-система. Она используется на розничных продуктах, то есть если у кого-то есть карта Газпромбанка, или вы там используете личный кабинет Газпромбанка для именно своих карт, как физическое лицо, эта дизайн-система там используется. Забить и ничего не делать. Ну, в целом мы столкнулись с проблемой, оно нахрен не надо нам, все, мы пошли, до свидания, у нас более важные дела, возможно, какой-нибудь второй цифровой рубль выйдет, лучше мы его сделаем. Пусть вот в целом чистенько, нормальный дизайн был, ну лаконичный, ну скучненький, ну работает, не трожь. Первое правило инженера. Мы не шли по легкому пути, мы поняли, что мы решили, что надо нам вот взять и создать свою дизайн-систему. Сделано это с учетом чего? Не сторонние дизайн-системы, не банковские дизайн-системы, к сожалению, не отвечали нашим запросам, потому что мы все-таки хотели компоненты чуть более умными сделать, чем они есть на самом деле. Потому что с точки зрения открытых дизайн-систем, которые для всех, это само собой разумеется, что они должны быть максимально глупыми, чтобы человек мог их кастомизировать, класть в свою логику. Но для нас это не является проблемой, как бы деньги есть, можем позволить себе и написать свою логику в самом компоненте. Дизайн-система банковская, она, к сожалению, нам не подошла, потому что все-таки для физических лиц и для юридических лиц немножко разные кейсы. Поэтому что? Мы решили написать свою дизайн-систему, мы можем писать компоненты, отвечающие именно нашим сервисам и нашим задачам, мы можем собирать с наших команд и с владельцев сервисов их хотелки, которые типа «Я хочу, чтобы вот карта так вот выбиралась, вот тут такой тык, а оно вот так оба!» и ты такой «Красиво как!» Ну, примерно вот так у нас выглядит, да. Минусы, что нужно сформировать, нанимать новую команду. Ну, типа, новая команда, это опять ее надо амбордить, это надо команду собирать, понимать, наполнять ей бэклог. То есть команда — это не просто ты набрал каких-то там разработчиков, и они делают. Поэтому я ввожу счетчик команд. На данный момент счетчик команд — одна команда. «Классно, все здорово, мы пишем дизайн-систему, все, ее отрисовали дизайнеры, все красиво, все вау, ты дышь, прям, ну, красота вообще неописуемая». Проблема вторая. А кто будет эту дизайн-систему в сервис приносить? Кто? Ну, типа, что делаем-то, родные? Можно отдать это владельцам сервисов? Можно. Но есть вариант того, что, поскольку у них достаточно, у многих команд достаточно плотно загружен бэклог, потому что сейчас скорость разработки достаточно высокая, много сервисов появляется, много юридических проверок и прочего, и поэтому мы можем, например, перемежать, то есть там берем спринт, например, 50% бизнес-задач, 50% берем дизайн-задач, то есть на новый дизайн, но таким образом мы замедляем выкатку бизнесовой фичи и выкатку, собственно, нового дизайна. И поэтому, скорее всего, к тому моменту еще через два года, когда мы спокойно такими миллиметровыми шагами будем переводить, дизайн уже через два года опять устареет. И как бы, ну, это как по waterfall, уже, ну, будет неактуально, зачем мы тогда делали, зачем мы деньги тратили, собственно. Мы можем нанять команду вендора. Но деньги есть, как вариант, почему бы нет. Мы иногда нанимаем для своих сервисов команду вендора. Все-таки мы надеемся, что может само разрулиться, как бы. Ну, иногда такое бывает, что, типа, ну, может быть, там, ну, мы выкатим дизайн-систему. Ну, возможно, ну, возможно, конечно. Они там сами поменяют компонентик, там поменяешь компонентик, здесь поменяешь компонентик, как бы. И вроде как бы само красивенько так делается. К сожалению, нет. И создать команду маляров. Команда, которая своя, внутренняя, которая обладает компетенциями по коду, обладает, работала в каких-то командах, образно, знает вообще, что у нас тут за архитектура, знает, что делается, и просто будет переделывать каждый сервис на новый дизайн. Ну, естественно, это наше решение. У нас же счетчик команд не просто так. У нас как бы команда маляров. Плюс мы можем, поскольку бэклог этой команды будет состоять чисто из адаптива и дизайна, мы можем заложить адаптив. Тем более, время сейчас такое у нас нестабильное. И, например, делать мобильное приложение, а сейчас тоже, ну, все с телефонами, по сути, люди бизнес с телефона делают, там корпорации открывают. Но делать мобильное приложение, тем более в рамках государства, около государственного банка, это немножко, во-первых, и дорого, потому что это посолять вот эту вот всю огромную систему, запихать в отдельную мобилку. Это раз. Во-вторых, санкции. Ну, то есть могут различные там App Store, Google Play просто не размещать, как случается с многими банками наше приложение. Поэтому можем сделать просто адаптивный сайт, и если человеку будет удобно, он просто сохранит себе на рабочий стол иконочку, и, по сути, как приложение будет запускать браузер. Минус, нам нужна еще одна команда, Карл. Просто. У нас счетчик команд увеличивается, мы во славу сатаны, конечно, делаем команду. Больше команд богу команд, мы вообще молодцы. Моем умеем, практикуем, команда нанимать, это прям наше все. Что мы в итоге получили? Мы получили две команды. Слабо уме, отвага. Одна команда занимается компонентами, вторая команда занимается тем, что берет эти компоненты и приносит в сервисы, за что их тоже найти не все любят. У нас, получается, два новых процесса, которые вот это вот из двух процессов, все мы знаем, может вычесть достаточно больше вариантов развития событий. И после первого демо, когда мы перевели один старый сервис, наши руководители проектов стали очень воодушевлены тем, что блин, ну мы так круто сделали, это так прекрасно. В конце, вы все поймете в конце, просто наберитесь терпения, потому что у наших руководителей проектов там разница была колоссальная в дизайне. То есть это вот как после Windows XP пересесть на красивый MacBook. Вот это вот, ну то есть там стильненько, все красиво, там все вот эти обтекаемые вот линии и просто Windows XP, здорово, квадрат, здрасте. Вот, ну и в общем воодушевились у нас руководители проектов, а они ребята творческие, естественно, как и все мы, мы все творцы, и у них появляются новые, новые, новые идеи. Да. Процесс перевода выглядит наш примерно так. У нас школа ремонта, господа. То есть, я сейчас не шучу, это правда так. Это правда так. Команда делает нам, по сути, шпаклевку, какие-то там компоненты, кубики. Команда, кстати, вот это вот, это моя команда, я и руковожу. Моя команда приходит, мы такие, нам бизнес что говорит? Мы должны перевести сервис, не знаю, авторизации. Первым, что, ну это ладно, сервис авторизации, к сожалению, переводили вторым. Вот, но переводили, мы должны перевести сервис авторизации, потому что что правильно? Авторизация — это лицо вообще компании, лицо проекта и продукта. И мы приходим такие, здрасте, мы вам принесли фрактал, где вам красить? Просто. И, да, мы серьезно копировали рядом, то есть, у нас есть определенная иерархия, структура. Мы просто рядышком клали такие же компоненты с ссылочкой на фрактал, то есть там там слэш, дефис фрактал, и просто перелопачивали там дизайн на новый, естественно, выводя это на отдельный урельник. То есть, для пользователя по основному урлу все прекрасно, все так же Windows XP у нас. Но творится за капотом, сзади у нас фрактал. Вот, мы, естественно, закрывали это все настройками для тестов, для прочего, и как раз спасибо тому, что у нас такая классная архитектура, что мы могли это в любой момент, чтобы пользователя не заэффектить, отключить. И когда мы выходили на прот, мы это отключали, пользователь ничего не знал, что там заварушка какая-то сзади происходит, и потом в один день просто он такой, бах, и у тебя вообще другой дизайн, ты такой, мама моя, я вообще туда зашел, нет, это что такое просто. Ну, такой, вот мы, да, вот маляры стоим. К сожалению, мы начали перевод с старых сервисов, которые, например, выкатили там год назад, и уже ничего нового туда не привнесешь. То есть, он цельный, он есть, он реализован, он работает. Но IT, код, все мы знаем, когда мы пишем код, приходим к нему через полгода, делаем фейспалм, что, ну, блин, как я мог это написать. То есть, рефакторинг, он-то есть всегда, когда это старый какой-то сервис. Мы к нему, мы на нему приходим, и просто мы понимаем, что новый, красивый, современный фрактал к старому уже и не цепляется дизайну вообще никак. То есть, это надо вот зачищать контакты, это надо заниматься, к сожалению, все-таки рефакторингом. И это опасная вещь, потому что все мы знаем, что неаккуратный рефакторинг может отломить все к чертям собачьим. Поэтому, к чему мы пришли? Мы дозируем рефакторинг. То есть, мы рефачим только на том моменте, когда, скажем так, мы подключаем новые компоненты. Больше в логике мы не трогаем ничего, и для этого мы делаем фриз-кода, чтобы потом просто к нашей команде, вы сами понимаете, что команда маляров, она пробежала на один сервис, на другой сервис, на третий, на пятый, на десятый. И потом, ну, как бы, 10 сервисов придут к себе с палками бить, что вы тут отломили. Поэтому мы тоже аккуратненько это все оборачиваем. Мы именно подчищаем контактики, чтобы это заработало. Но менять логику мы не беремся. Ну, кто мы такие? Ну, извините, ну, мы же не ответственные за этот сервис, правильно? Тут уже, как бы, это как перепланировку делать в квартире, поэтому, ну, это надо согласовать. БТИ, собес туда куда-то ходить, вот все взрослые вещи. Мы так тихонечко косметику наводим. Водушевленные, вспоминаем наших воодушевленных руководителей проектов. И когда показывают макеты, новые, красивые, классные макеты в фигме, у нас очень крутые дизайнеры, у нас, правда, очень крутые и серьезные руководители проектов, но всегда хочется что-то улучшить, всегда хочется что-то адаптировать, что-то вот это вот все, оптимизировать. Был у нас кейс, когда мы просто из пользовательского пути, решили объединить два шага в один, получили по шапке, потому что это не зря он так был сделан разбит на два шага, потому что он там еще перекликался, мы не досмотрели. И в итоге мы решили что делать? Мы решили фризить аналитику. Возникает замечательный вопрос. Если мы не меняем аналитику, мы ее фризим, то зачем нам тогда аналитик в команде? Вот тут я и встретилась впервые с таким понятием, что у аналитиков, оказывается, тоже есть рефакторинг. Серьезно, у нас, видимо, на старте проекта, я не думаю, что это там, это не только, мне кажется, у нас, на старте проекта возникла такая ситуация, что часто реализация была впереди аналитики. То есть мы сначала что-то реализовали, потом такие, ладно, аналитику добьем под реализацию, и как-то оно там так и осталось. То есть, например, на сервисе авторизации у нас так оно и вышло, что некоторые куски логики просто там вот в аналитике их не было, но при этом это реализовано и согласовано. Поэтому наш аналитик, бедолага, ему прям медаль надо поставить, он приходил и, собственно, разгребал аналитический техдолг, так сказать, чем очень сильно помог как минимум нам, как максимум. В принципе, это было полезно как санитару для вообще всего проекта, потому что аналитика у нас достаточно сложно написана, и в ней, если честно, черт ногу сломит. Это не тот проект, на котором аналитика написана. Пошел туда, взял там у деда лестницу, потом там поменял ее на яблоко, и ты в целом понимаешь, что делать. Очень много специфичных терминов там, очень много специфичных функций, потому что вы видели масштаб трагедии в рамках проекта на проекта, на подпроекта, на подпроекта. Это, ну, к сожалению, так и работает. И вот у нас аналитик очень ценный кадр в нашей команде, хотя, что у нас, ну, типа, мы не меняем путь клиентский, мы не меняем UX, но при этом аналитик тоже нужен. В итоге что? Мы какое-то время работаем в данной парадигме. Никогошеньки, никогошеньки мы не трогаем. Переводим один сервис, переводим второй сервис, время идет, но мы вспоминаем про то, что у нас две команды и два процесса. И все в мире развивается, в том числе и дизайн-система, она развивалась в параллель, пока мы приходили с валиками и малярили кнопки. Мы же не знаем про бэклок команды, которая занимается, собственно, самой дизайн-системой, которая делает эти компоненты, которая делает эти кнопки. Ну, вернее, как, мы с ними общаемся, да, но мы не знаем их планов, мы не лезем к ним в менеджмент, у нас свой путь, и там, путь самурая, и мы ему следуем. Вот. И в один из дней получилось так, что мы взяли большой кусок кода в сервисе переделывать, и вот ты смотришь на картинку, у тебя вот один макет, а на следующий день прихожешь, у тебя вообще другой макет, просто он, ну, как будто люди в черном пришли, тебя там, отсканили, и все, и ты такой, где, что, что. И ты периодически думаешь, как этот код, знаете, с загрузкой такой, это у меня шизофрения, или, ну, это реально вот что-то поменялось. Спасибо, что в Figma есть история, и можно найти, что там что-то поменялось. Как так вышло? Дизайн-система меняется, и наши дизайнеры, они очень крутые, они тоже сделали, то есть у нас не только фронтенд сложно сделан, у нас и дизайн-система, вообще дизайн сложно сделан. Ребята в Figma сделали под дизайн-систему, честно, вот я могу сейчас ошибаться, ну, чисто на пальцах, на квадратах объясняю. Есть спецификация под дизайн-систему, под каждый компонент дизайн-системы, и если эта спецификация меняется, то она по ссылке меняет все макеты под уже, собственно, новое отрисованное. И то есть постепенно по этим квадратикам у нас выходит то, что мы вообще другой дизайн оказывается сейчас отрисован. И это, естественно, очень сильно породило много конфликтов, породило много конфликтов с точки зрения согласования, потому что согласовывали мы с другими компонентами вообще. Вы чего творите-то? Ну вот никогда такого не было, и вот опять. Ну вот как опять у нас что-то поменялось, кто-то бежит впереди паровоза, и мы, к сожалению, не уследили за тем, что вот, ну как-то вот вышло, что не уследили за тем, что мы компоненты меняем, либо дизайн подтягивается быстрее, чем компонент реализовывается. Но тут еще проблема в том, что хорошо, компонент в дизайн-системе может реализоваться, но мы поднимаем его версию только после того, как его оттестируют и согласуют. То есть он даже может быть реализован, но в нашем, в нашей стабильной версии компонент может быть старый. Мы переходим к фризу дизайна. Мы будем больше фриза богу фриза у нас. Что мы делаем? Ребята, мы долго с ребятами из дизайна общались, мы долго приходили к какому-то мнению. В итоге сейчас фриз дизайн у нас выглядит вот так. Мы выделяем отдельную вкладку под названием релиз, либо вот она отмечена вот как зелененькая. Там лежат, не связаны никакими ссылками, не связаны никакими связями компоненты и как бы согласованный дизайн на всех разрешениях. Ну это вот сейчас скрин просто из нового сервиса. Мы его пока только на большом формате делаем. Вот. И остальные наработочки XS, LMS, они делаются, собственно, в своих вкладочках, в своих новых классных вот этих зависимостях. Но вкладку релиз никто не трогает, потому что туда переносится только после того, как это согласовано с бизнесом, после того, как это внесено в бэклог и сделана задача. И там, естественно, это все пометочки имеются, что типа... Потому что тестировщики тоже могут зайти в дизайн и такие, так, я вчера заходил, значит, на логин, а там другая кнопка, а у меня тут отрисована та кнопка. И вот тестировщикам мы даем понять, что типа, ребят, нет, та кнопка будет, она есть у нас запланирована, мы обязательно сделаем такой, но на момент реализации она была другая. Вот. И также наши дизайнеры проводят, скажем так, они такие рефери среди нас, они проводят также баг-репорт. То есть у них есть дизайн-ревью с точки зрения уже как реализовано. То есть, скажем так, когда ты начинаешь вот это все отверстывать, когда ты начинаешь менять на дизайн, все-таки, сами понимаете, глаз иногда замыливается. Поэтому, когда приходит дизайнер, который разрабатывал этот дизайн, это его дитё, по сути, он пришел и сказал, вот здесь у вас тут на полпикселя, вот здесь вот на там 0,5 пикселя, что то же самое. Вот. Здесь там не тот шрифт. То есть он более детально отсматривает именно те вещи, которые важны для дизайна, которые важны для того, чтобы пользователь правильно считывал их задумку. Потому что, ну, если честно, я вот умею сделать удобно, но я не умею делать красиво. Для меня вот что один шрифт, что второй, ну, в целом ок. А оказывается, не ок. Оказывается, для пользователя это очень важно. Итоги. Что мы получили в итоге-то? Мы получили адаптив. Как я ранее говорила, что мы можем и под планшеты, и под мобильные устройства, и под различные виды, прошу прощения, я попью, и под различные виды форматов и прочих мониторов делать наш прекрасный контент. Так. Постепенно, когда мы приходим с школы ремонта, у нас на какое-то время создается некая коалиция. То есть мы объединяем две команды, то есть команду, которая ответственна за сервис, которая владеет этим сервисом, потому что мы, естественно, у них берем консультацию, там, какой сакральный смысл было вот этой функции, образно, чтобы ее не отломить. Естественно, мы должны с ними консультироваться. И также они консультируются с нами, потому что, ну, там, нам эту функцию надо привязать вот к этому компоненту. И они также ввязываются в то, чтобы понимать, как работает тот или иной компонент. Поэтому, когда мы уже уходим с, ну, передаем сервис, то есть у нас еще есть передача сервиса, то есть мы его передали, ну, мы его перевели на адаптив, там, на красивый дизайн. Мы прекрасно все сделали, оттестили, вывели в пилот. Вот, некоторое время он там посидел, поварился. Если багов с прода нет и каких-то жестких багов, мы, у нас есть процесс перевода, мы отдаем обратно под ключ, собственно, команде ментору, потому что мы не поддерживаем, ну, то есть мы не можем, иначе мы в поддержку весь стрим заберем, все там, сколько у нас, много-много репозиториев. И как бы это в наших, скажем так, интересах, чтобы, когда мы ушли, команда ментор умела, знала, как этим пользоваться, как это поддерживать. Дизайнеры стали у нас частью команды. Я на своем опыте часто видела, что дизайнеры — это немножко отдельная такая коалиция, которая, ну, такие они прям, ну, рядышком сидят, я просто вот тебе нарисовал, я тебе отдал, и все. Нет, дизайнеры у нас стали частью команды. Да, у нас могут на разные сервисы разного дизайнера назначить, но, меж тем, мы его зовем на все наши тысячи, ну, это типа дейлики, вот это все, вот это вот наши тысячи в Дискорде. Мы с ним советуемся, как сделать хорошо, мы с ним советуемся, как сделать круто, и когда он разрабатывает, например, тот или иной сервис, он также приходит к нам и советуется, потому что, в общем, мы объединяем наши старания. Мы с точки зрения технической части, мы ему говорим, что вот здесь бы лучше вот так, он или там, если вот как вы задумали, будет немножко сложно реализовать на вот этих вот вещах. Вот. А мы с точки зрения, скажем так, визуальной, красивой и удобной части тоже делаем. Удобство для пользователя. Пользователь не теряет вообще в удобстве, у него не меняется клиентский путь, у него не меняется вообще логика, как он работал, он как нажимал эту кнопку и получал этот результат, он так и будет нажимать эту кнопку и получать результат. Просто кнопка будет не красная, а синяя и красивая какая-нибудь, современная. Дизайн меняется своевременно, дизайн меняется быстро, дизайн накатывается в ногу со временем и он не успевает устаревать, то есть мы поддерживаем и вносим исправление достаточно оперативно, чтобы он не потерял своей актуальности. Это тоже очень важно. Ну и, конечно же, есть минусы. Ну, само собой, ну куда без минусов? Необходимо закладывать больше времени на разработку, поскольку мы все-таки разрабатываем на адаптив и также команде ментору все равно, к сожалению, чуть-чуть больше времени надо закладывать во время своих задач бизнесовых, потому что консультации команды также отнимают время. Попадается затяжной рефакторинг. И иногда ты не знаешь вообще из него выход, это прям начинается война, это начинается война с бой с тенью, то есть не война с тем, кто написал этот код, а именно война с тем, как бы это сделать красиво, не на, извините, не на мусорить там, где можно не мусорить, а сделать именно хорошо, качественно и поддерживаемо. Ну и, к сожалению, из-за двух параллельных процессов у нас иногда очень сложно понять, это команда, которая писала компонент, виновата в этом баге или все-таки это команда, которая переводила. То есть у нас иногда бывает вот эта вот война огня и пламени, огня и льда, огня и пламени уже все заговариваясь. В общем, да, бывает очень сложно найти концы, кто прав, кто виноват. Иногда даже вообще попадают, попадают и аналитикам, они стоят такие, мы вообще аналитику не меняем, у нас фриз аналитики, ребят, ну им тоже иногда попадают тоже. К чему мы пришли в итоге? У нас теперь вот такая главная страница, ну это вот не только этот, у нас и другие сервисы переведены, но поскольку у меня пример был главной страницы, если мы вспомним, какой там был куцей некрасивый дизайн, цифровой рубль, у нас есть цифровой рубль теперь, вот, то, ну, разница очевидна, при этом мы это сделали. Сейчас я скажу вам, мы начали переводить на новый дизайн в конце прошлого года, в ноябре, и вот чуть меньше года мы перевели почти 80% нашего большого сервиса на новый дизайн, на красивый и самое главное, что адаптивный, потому что эта страничка также открывается в мобилке. Ну и почему Тубиконтинит? Ну потому что процессы никогда не останавливаются, новые сервисы приходят, новые компоненты разрабатываются, так или иначе мы, я понимаю, что новые сервисы мы уже разрабатываем на нашей дизайн-системе, но так или иначе мы развиваем наши компоненты, чтобы они были более удобные, поддерживаем, поддерживаем свежесть дизайна, потому что он тоже развивается, и то, что было год назад, там тоже отличается на самом деле. Это вот свежий скрин буквально там с прошлого спринта. Вот. Мы также поддерживаем вид приложения, чтобы он выглядел актуально, свежо, удобно и красиво. На этом все у меня. Ваши аплодисменты. Представься. Сейчас будем с тобой общаться. А, я забыла. Лучшему вопросу я еще от Газфромбанка подарочек принесла. Так, я тогда тоже поучаствую в вопросах. Все ваши вопросы мои, у меня контроль над чатом. У тебя там Влад? Да нет, ладно, будем честны. Слушай, я на самом деле точно так же занимаюсь дизайн-системами, и вот то, что ты рассказываешь, такое ощущение, что все эту дорогу проходят периодически. Это да. Но просто я не видела доклада, чтобы, ну, как бы вот именно настолько больно это было. Ну, это да. Как это? А как сделать хорошую дизайн-систему? А никак. Сейчас расскажу. Рассказать и я могу, а как сделать, да? Да-да-да. Вопросов, на самом деле, в чатике очень много. Да ладно? Поэтому, скорее всего, если что, у нас будет дискуссионная зона. Если я ваш вопрос не зачитаю, не обижайтесь, зажимайте Дашу там в дискуссионной зоне. Я буду отбиваться. Требуйте, чтобы она ответила. Но есть очень классные вопросы, я их задам, сам немножечко выберу, но тебе нужно будет выбрать лучше. Ты помню. Я поняла, хорошо. Интересный вопрос про техдолг. А что вот с ним? Ну, то есть у вас два процесса, в этом периодически что-то фризите. А с техдолгом как? Растет или тоже фризит? Смотри, у нас есть техдолг фризит. Мы будем включить четвертый фичфриз. Просто изначально доклад назывался метод трех фичфризов. Но мне попросили его переименовать, чтобы было более понятно, потому что действительно из названия не особо понятно, что вообще надо. Будет метод четырех фичфризов. Будем фризить техдолг. Смотри, поскольку мы не делаем UX, мы просто красим кнопки просто в большом формате, то как такового логического техдолга у нас нет. И мы даже периодически подчищаем, проводя рефакторинг вот этих вот, скажем так, функции, чтобы они подключались на новые дизайн-компоненты, мы даже немножко подчищаем. Но техдолг, он, это же вообще-то вечная история с техдолгом, всегда она будет. Мы подсвечиваем команде ментору, потому что иногда забываешь, то есть вот ты там складываешь вещи на стул. И вот иногда у стуле вот такая гора, а ты такой, господи, а я ее не замечал. И вот мы, собственно, если у нас есть время, мы можем почистить техдолг за ребятами, нам не жалко, потому что мы все-таки, несмотря на то, что у нас 16 командов в одном стриме, мы все равно делаем одно дело. Если у нас есть ресурс, например, бывает такое, что бывают дырки в техдолге, у нас бывают технические спринты также, то мы можем там почистить, но также, ну это естественно, с точки зрения ответственности команды владельца. И мы призываем их тестировщиков, чтобы они сами уже приходили и тестировали то, что мы там начистили. Окей. Есть тоже интересный вопрос, прям чувствуется боль. Кажется, что в юридических лицах все еще есть интернет-эксплорер. Как у вас с этим? Вы его поддерживаете? Нет, мы отказались. Да, мы за вас рады. А как юридические лица к этому отнеслись? Или у них все ок? У них все ок. У нас было проведено некоторое исследование, и действительно у нас большая часть пользователей либо на Edge, а Edge он перешел на Chromium. То есть у вас та версия Edge, которая уже перешла? Да, да. Либо на Edge, который перешел на Chromium. То есть мы исследовали, кто вообще подключается, да? Мы исследовали это. В целом мы все равно поглядываем на 11-й эксплойер. В целом он выглядит хорошо. Там иногда есть некоторые косяки, есть некоторые баги, но они там не критичны образом. То есть количество подключений с эксплойера у нас, наверное, 3%, что ли. То есть остальные все на плюс-минус в Chromium вещах мы вот поддерживаем Mozilla. Вот на Mozilla надо добывать сложно. Ну, Firefox старается на самом деле, но да. Но они стараются, да. Вот, кстати, с Mozilla больше подключают, чем на эксплойере. Да, почему нет? Там VPN вроде можно подключить. Ладно. Хорошо. Ну, короче, если что, можете аргументировать, у кого до сих пор и я. Вот у вас есть, наверное, требование какой-то консистентности внешнего вида. Вот, короче, у вас дизайн-система, и нужно одновременно выкатить везде. Как вы это делаете? А мы не делаем одновременно, в том-то и дело. Есть требования к консистентности. Блин, если бы у нас будет такой вопрос, я бы ScreenCash приложила. У нас наш лаяут, то есть мы отдельно делали лаяут, и в нем прекрасно вписывается наш старый дизайн. Поскольку мы подключаем это все маленькими репозиториями, то есть эти репозитории, по сути, как, ну, не в айфрейме, то есть они не в айфрейме открываются, они именно разворачиваются внутри. Они прекрасно вписываются, то есть мы специально писали контейнер для того, чтобы общее окно, общие формы, общий вид не ехали, то есть они вот просто вот он вписался и все. Вопрос от меня. У вас Tailwind CSS, BAM или что? Что? Tailwind CSS, BAM или может что-то еще? У нас с Божьей помощью. Ага. Интересный поговорок. У нас style components. А, тут ну, хорошо, тоже вариант. Ладно, поговорим, я приду к вам в дискуссионку немножко. Хорошо, хорошо. Style components, ну, чего. Хороший, кстати, тоже вопрос, который мне сердечко греет, и тут поставили, может, два лайка. А что у вас с accessibility в вашей дизайн-системе? Вам это важно или нет? Чтобы поддерживали получение? Ну, нам нет, а мы ее для себя делали и все, и то есть нам все равно, что... Не, ну смотри, кажется, что вы делаете сервисы, которыми пользуется большое количество людей, и вот у меня зрение плохое. Есть цветовая слепота, есть просто слепота. Есть такое. У нас ребята прорабатывают, то есть если открыть Storybook, у нашей дизайн-системы, то у нас также разрабатывается темная тема, также разрабатывается дизайн кнопок для цветовая инверсия, то есть мы все это прорабатываем. И проверяете, что в релизах это не ломается. Ну, просто вы можете сделать классно, а команда внедрительная не очень. Да, я понимаю, да, это очень классный вопрос. Если честно, к сожалению, сейчас на данном моменте перевода это у нас в проработке, потому что точки зрения дизайна сейчас только прорабатывается, так же, как и темная тема, но у нас, как тебе сказать, она будет подключаться, по сути, то есть как тема именно, то есть у нас отдельная тема, отдельная дизайн-система, и она будет подключаться, как тема, просто уже сразу накатится на нужные кнопки. Отдельная контрастная тема. Да, да. То есть можно будет переключать. Окей. Тут несколько вопросов про одно, но я их так сгруппирую, простите, пожалуйста. Потом выберем, если это станет внезапно лучше. Фризы. Они шлифы, каким-то образом влияют на то, что делать командам. Короче, вопрос двойной. А что команды делают? Что в это время заказчики делают? Как вы это вообще сделали, договорились? Смотри, фриз-кода не останавливает нас от перевода на дизайн-систему. То есть фриз-кода, он подразумевает не фризить, и мы вот это все лапки сложили или прочее, да. Мы баг-репорты разгребаем свои, естественно, которые касаются дизайн-системы, то есть к нам пришел дизайнера, он такой, типа, ребят, вы тут немножко не то наверстали, надо чуть-чуть переделить. Мы, естественно, дальше прорабатываем с тот же самый, ну, не совсем техдок, но именно прорабатываем удобство подключения и поддержки нашей дизайн-системы, чтобы команда-ментор уже могла спокойно поддерживать. То есть не как там индусы написали очень сложную вычурную функцию, а ты ее потом поддерживать не можешь, вообще не понимаешь, что вообще в ней творится. Вот. Фриз аналитики, мы его просто зафризили, чтобы выкатить одну какую-то версию, от которой мы будем отталкиваться. В любом случае аналитик прорабатывает тот или иной кусок функционала, он смотрит, соответствует ли аналитика функционалу. У нас сейчас есть перевод большого проекта, который в данный момент живой и активно развивается, то есть мы там дизайн-систему переделываем, и они еще сверху бизнес-фичи накатывают, и поэтому нам нужен фриз аналитики, потому что мы договаривались и пришли к тому моменту, что новые фичи они сами делают и в старые, и в новый ДС, чтобы мы за ними, получается, не переписывали, не меняли новый код, и мы как бы зафиксировались на одном варианте аналитики. Ну а с фризом дизайна, там они в других вкладках прекрасно все новые дизайны отрисовывают, а мы просто из релизных вкладок фиксируем себе для своих задач, какой дизайн был согласован. Понятно, спасибо. И на самом деле я вот тут соглашусь с вопросом, ты показала сначала скриншот, потом скриншот, и выглядит так, что вообще очень сильно все поменялось. Как вы замеряли, действительно не сломались ли какие-то пользовательские сценарии при переезде? В этом нам очень хорошо помог тот факт, что у нас все лежит в разных репозиториях, по сути мы каждый сервис отдельно тестировали. То есть мы не переводили, там три сервиса сразу, при том, что за каждый сервис у нас соответственно также команда отдельная. То есть, например, переводили мы логин. Мы пришли к команде, которая менторит сервис логина, авторизация аутентификации, и пришли туда, такие ребята, мы вот переделываем, и я в своем докладе указывала, что мы пока не отсматриваем, ну то есть пока мы все не отсмотрели, у нас закрытый URL-ник есть, закрытый настройками. Для обычного пользователя он вообще никак не доступен. И мы его гоняем уже на стендах, на прочих, под эскейсом команды ментора. И вот так же каждый сервис, то есть каждый кубик. У нас есть сервис, в который открываешь, там четыре таба, ну то есть вот у тебя там профиль пользователя, у тебя четыре таба, вот здесь вот там сотрудники, заявки, еще что-то, еще что-то. И ты вот три таба открываешь, они на новом дизайне, а один таб открываешь, а он еще не переведен. Но он и не вываливается из общей канвы, то есть он белое на белом, просто видно, что две таблички немножко по-разному отрисованы, но это не глазовырывающее. Ну то есть более-менее гладко получилось? Более-менее гладко получилось, да, в формате такого большого, скажем так, дизайн рефакторинга, вот, но при этом как бы вот ты берешь сервис маленький, ты вот это вот разбиваешь вот этот как раз бизнес-логику, то есть у нас по сути даже сервисы по каким-то вот бизнес-логикам разделены. Ну давай финальный вопрос, но еще, опять же, тут их много. Ну я понимаю, да. Можешь тоже в чатик зайти, подключать. А что со скоростью разработки? Помогла ли здесь дизайн-система? Безумно помогла. Поскольку мы разрабатывали наши компоненты под, собственно, наши нужды, то есть мы ни от кого не зависели, мы не собираемся никуда транслировать, мы знаем наши потребности, мы знаем потребности там целых блоков даже компонентов, ты уже и дизайнеры, самое важное, дизайнеры тоже отрисовывают новые макеты, исходя из того, что у нас есть эти блоки. И по сути они уже в какой-то момент просто вот блоками выстраивают вот там. Это поле, я знаю, можно сделать вот так, это поле, вот этот компонент подтянуть, это поле, вот этот компонент подтянуть. Во-первых, у нас сохраняется единообразие всего проекта, то есть мы понимаем, что у нас есть какие-то правила уже, что и пользователи, во-первых, удобнее, потому что он там, я на открытии первого счета, у меня такая форма, на открытии второго счета другая, это как бы вносит диссонанс некоторый. Вот, и поэтому у нас есть некоторые правила разработки, и уже когда ты это все из кирпичиков натягиваешь, 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 собираешь, во-первых, это и простота разработки очень сильно упростилась, но, конечно, сначала надо пройти путь, чтобы это поженить, скажем так, логику с компонентом. Простота добивается не сразу, то есть ты же не сразу бежишь, там, марафон, сначала там немножко, потом немножко. То есть вначале было вот какое-то такое сложность применения? Сначала было сложность принятия, сначала была сложность, нам надо было понять, как женить логику с новыми компонентами. Подпиливали компоненты под логику, естественно, было рефакторно с точки зрения дизайн-системы, и с нашей точки зрения, с логики, тоже был рефакторинг. В итоге мы вот в течение полугода пришли к некоторым базису через боль, терки и прочее. Ну, это нормальные рабочие процессы, то есть без негатива, без всего просто вот это притирались, скажем так, друг к другу. Но зато сейчас мы знаем, что если мы вот эту моделку подключаем, у нас есть опыт, мы вот оп, как блок его вытащили, то есть и он уже у нас работает. Кайф. Ну и самый сложный вопрос, какой вопрос был лучшим? Я вообще хочу поддержать всех бедолаг, которые на 11, на Е11. На интернет-эксплорер, да? Да, да, да. Все, сейчас мы вас найдем, мы с вами свяжемся, спасибо. Спасибо, Даша, давайте еще раз поаплодируем.